Боссы, аутдорки. Кстати, казаки и так далее. Короче, хрен не маются люди. Думаешь, кому-то нравится. По их мнению, может, хрен не мают. Просто я этот... Есть гильдии, тут типа, ПВП-тренировки, там, типа, учат, типа, как сильнее дамажить ПВП. Я с этого вообще не могу. Ну чё, для новичков нормальная тема, чё-то убирали. Это ты всё знаешь, а они, может, не всё знают. Да вообще любая полезная информация, почему нет? Даже если ты её слышал. Давайте рывку. К нам, беги, Симон, к нам. Ну ты, надо проходку купить. Ну да. Ну-ка, Ройко. На руку. А, забей. Пройдёт сейчас пару месяцев, их отменят чё-то. Не, понятно. Не пару, а полтора. К концу лета. Всё, едем. Поехали. Да, заходите. Давайте не обозрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Первый Шаман. Блять, как он стал так криво конченным. Вот види, когда кикнется каст, он может ходить. Вот, види, види. Оп, оп, оп. Отлично. Беги, малышка, беги. Хахахахахахахахаха. Ебать, сейчас охраня, конечно, агро прыгало. Меня. Ну, лок с магом первый. Ну, у меня было 96 и резко 77. Ухода ЛП, тек 7, блять. Беги, малышка, беги. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok надо оверхилить стаком ближе к 30, потому что дамаг там суперлютый проходит. Меняете сегодня? Нет, нас едим. В плане, во время именно самого стака? Надо проверить, как она стакается, так меняется, становится другой, потом опять взлет, как она стакается, опять меняется. Подожди, если лог один выстоит, если хилы выхилят его, то можно не меняться вообще. Просто частицу в него кидаешь, и все, вот тебе весь захил. Только с цветом небесный. Поверь, если лог в луже постоит пару секунд, то там уже никакой хил не ставится. Ну а пусть не стоит в луже. Чего, глазки нету, что ли? Ну типа один на один. Не, я не знаю, мы просто меняемся обычно. Прямо озвучивает человек, который меняется, что там у меня стаки, какой-то, какой-то меня не даст. Ну вы там смотрите, как вы делаете, не знаю, я просто подсказал, потому что так проще он будет. Кстати, мы им без этого уговаривали. Когда ты меняешься, там ДПС теряется сильно. У нас, правда, было преимущество, посмотри, перед этим рейдом, у нас был хант. Там ничего страшного, просто заранее начинают бежать все. Да нет, с хантом проще, под аспектом-то. ДКшник с хилом остаются, стороны себе бегут. И вот сегодня убивал, все нормально, без ханта делается. Да, просто надо не хилонить, а бежать сразу. Ну там 50 стаков максимально отдает. После 50 стаков он сразу замораживается, изгнание уходит. Тот, кто стаки все видит, должен просто рейду сказать, когда 45 стак будет, чтобы люди знают, что скоро бежать. Зачем, зачем, блядь, сейчас будем бегать, в прошлый раз бегать, все. Будем мага бурстить или нет? Планим бурстить. Давай, что, убираем. И второго тоже. Или ты хочешь, чтобы мага забрал этот баф и сразу... Да, да, да. Не знаю, если все люди понимают, что делать, тогда можно так и сделать. Ну говорят, что сбрасывается. Ну давайте, похер. Убиваем их, короче, и все. Второго агре тоже. Зачем? Да ну и он, здесь портал, если сейчас будет, что ходит. Это все один, как сфулю. Тут портал стоит, если вы сдохнете, куда вы пойдете? Ко, рану. Потому что этот портал не активируется, пока он не будет. Как про Молчезара говорю? Так Молчезара есть свой портал. Который активируется и без убийства Молчезаря. Да оно не трудно потратить, там, 30 секунд. Та не один, а... Не пачку бьем. С него зато 36, без того, как он... К репутации. А что у тебя хп сжирает? Паладен сними этот добавок. Перенаправление. Так, короче, смотрите, телескоп увидели все, там, где дракон ходит. Условно говоря, если мы танчить босса начинаем вот тут вот, как только 50 стаков набрасывается на человека, там, на семьях за анонс, что это, весь рейд сразу вот к тому телескопу, прям к стенке бежит. В этот момент трейн вот сюда вот бежит. Блин, не согрели его. Трейн бежит куда-то сюда и останавливается вот тут, вот нажимает зеленку. Дракон дышит в него. Трейн, после того, как тебя отдыхнули, просто вот к стенке отбеги и все, бля, там стой. В этот момент весь рейд вот от этого телескопа по стеночке аккуратненько бежит вот к этой стенке и стоит там, пока дракон не отовыдет. Ну, не станет нормально. Ну, так повторяется круг за круг. Ну, все. А зачем такая сложность? Потому что в 45 стаков, когда ты убегаешь, дракон, в дракона кидается красный луч, который переагривает, ну, и он, короче, меняет агро на любого РДТшника. Его шотает просто. Так ты смотришь, вечера он не меняет. Ну, я не знаю, я вообще не знаю. Это что-то новое вообще, я вот это первый раз слышал. В прошлый раз, когда танк бросил красную метку, я стоял на синий. А, нехер бросать красный луч? Танцором 40 косарей, косарей мне по речку прилетело, короче, и все. Ну, ладно, ребятки, это все круто, но мы сейчас не о том говорим. Во-первых, лужи, которые появляются, они будут что-то, с них надо выпрыгнуть максимум один тик, может быть. И не обязательно танку никуда было бежать. Просто остается хэпал с танком, и когда босс уже фактически заморозился, и лучи исчезают. ДК зеленку прожимает, а хэпалы и так далеко стоят. И все. А мы вообще убегать начинали, когда лучи исчезают? Ну, когда убегаем, тогда когда лучи исчезают. Ну, только какой тогда красный луч на босса просто это? Потому что человеку не хотел в 45 стаках убегать. Короче, ладно, я не особо понял, как как, но, короче, разберусь. Я держу зеленый луч, если что, так? Да, да. Все, надо держать. Все, давайте, я понял всех. Я ни хера не понял. Рыба еще 46 минут, я тоже не особо понял. ДК, ДК. В процессе боя, понятно. ДК, тебе задача, главное, держишь босса ближе к кругу, ну, к порталу. Так я понимаю это. Все, все, больше ничего не надо делать. Готовы? Сразу начинать, начинай, становились подальше. Бой, дадай, дерьмо. Все, лыжи, дерьмо. Лужи под ногами, смотрите, самое главное. Быстро выпрыгивайте, поле, шкау. Истерия, бахни. Бахни. Так, кину я на себя эсэс сразу, блядь. Не, нахуй. Кинь на полюшку частицу и хиль танк. 42, стоп уже. Ну все, бьем, бьем. 47. 50 побежали. Что, свалили. Ты же приехал. Где же, блядь? Сука, кто куда, нахуй, бежал? Ну, паладин полутал. Вот, он сам, он самый последний бежал. А где он помер? У меня все было там. А где он, я в шкафах где-то. А вот, дай по нему бы. Крабак или паладина. Блядь, делаюсь. Такому он пей, наверное. Кстати, герой, герой. Короче, если мы успеваем, тупо противоположнее. Говорил же, не бегайте по лучам. Это зеленый, ничего страшного. Ну, один хрен. Зеленый, кредитный, в следующий раз синий. Смотрите, сейчас максимально к себе подножим. На, нахуй, меня шотнуло. Туда, лужа. Лужа, ты в луже стоишь. Спасибо, блядь, меня одним тиком шотнуло. Ну да. Надо смотреть под ноги, выпрыгивай сразу. Сразу, ага. Она появляется, сразу тик дает. Побежали. Я после дыхания встану. На мне камень будет. Макс, сейчас заберешь метку. Не успели. Успели нормально. Не, не успели. По моей тактике будем бегать, Ну, его нахрен. Никто не успевает. Ну, куда вы? Мам, падай. Падай. А у нас милик какой-то сильный есть. Рога, кстати, семеруды, бля. Рогу тяжело прохилить будет. Может, я в ШП стану? Я сам себя хочу хилю. Причем здесь сильнее лучше? Я не понимаю. У меня аж и тикнуло лужей на 31к. У меня не лужом шотнуло, а лужей. Ну, да. Ну, надо было выпрыгнуть. Ну, как я тебя выпрыгнула, если она при появлении, ну, типа, тик дает? Нет. Через полсекунды он дает тик? Нет, ну, подожди. То бишь, из первой ты выпрыгнул, а сейчас ты не можешь выпрыгнуть? Там столько стаков не было. Значит, ты накосячил. По мне не критануло. Если по мне критануло, я бы тоже помер. По мне 12 тысяч прошло. А в этот раз тик кританул на 31к. Я тебе даже сейчас информацию скину. Да на шо ты это, это понятно. Вот, блядь. А мне крит прилетел от этой хрени. Ну, вообще, там крита нету. Просто, который убивает СПУ, он увеличивается в цифрике. Убивает горение пустоты, а не... Дамаг-то идет от горения самого, от синего луча. 20 секунд, отойду быстро. А не в общем... Я вам скажу, вы просто не туда убегаете. Убегать надо постоянно не к противоположным стенкам, а туда, к телескопу. Ребят, пофигу, по какой тактике кто бил. Пояс, поставь метку к телескопу. Стену. Вот в крестик побежим после того, как дракон начнет становиться синим. Трейн побежит, как обычно. Вот вот сейчас человек подсказывает еще, как героики его убивали. Его танчили, где телескоп, чтобы было проще убегать. Когда его танчишь, где телескоп, понятно всем, куда бежать. Бежишь куда-то в эту сторону. А здесь нужно его либо танчить где-то подальше от телескопа, чтобы к телескопу бежать. Есть около шкафов. Вот около двух этих шкафов. Да, но тогда тут есть фарик бежать к телескопу либо к противоположной стене. А когда его танчат к телескопу, он бежит к органу. К противоположной стене мы убиваем добежать. Что-то, что-то эти... Причем тут герои? Героики вообще другая тактика. Лё. Какая разница? Убегать, что там, что там надо. Речь идет об этом. Причем тут другая тактика, не другая. Мы говорим о том, как убегать проще. Другая тактика. Я сказал, что мы в прошлый раз убили. Мы шесть раз вайпнулись в прошлый раз. Думаю, блин, успеваем. Ну все же зашибись. В итоге кто-то не успевал. Либо танк слишком далеко стоял и в итоге дыхание... Давай тогда рассказывай, давай говори, как будем успевать. Третий раз повторяю, но вы меня перебивали. Давай, давай. Танчится босс вот тут. Ага. Около красной метки. Он либо тут, либо на противоположном шкафу появляется. Как только дракон становится фиолетовым, весь рейд, кроме танка, бежит в синюю метку вон на телескопе, даже метку вон. Так, так, так. Мы бросаем все свои веревки, которые к нам все учить. Веревки исчезают. Говорю, на 50-м стаке. 50-м стаке. Когда становится дракон фиолетовым, все бегут в квадратик, кроме танка. В этот момент танк. Бежит тупо в противоположную стенку. Под дыхание прожимает зеленку. Дракон дышит, и он дальше бежит. Все. Подожди, меня выкинуло. Он просто отворачивает дыхание дракона от рейда. Так я понимаю? Да. Так а зачем тогда вообще убегать? Правильно. Ну, хотите, можете вообще по другой тактике бить, когда под заднюю лапу становитесь. Но это сложнее. Вон, какой лук, какой пет. Ты понял, как бегать все? Подожди, говорю, блядь. Я нихуя не видел, блядь. Чего Трайн? А кто такой Трайн? Что за Трайн? Почему Трайн? Потому что Трайн. Вагон, блядь. Все, на месте? Видишь? Да. Все. А где где? Все. Все.